Итак, добрый вечер всем еще раз. Рад приветствовать вас на нашем вебинаре, который проводится каждый месяц вместе с Александром Элдером «Трейдинг у правого края экрана». Я рад всех присутствовать и, как всегда, перед началом несколько вступительных слов, и мы перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего вебинара. В первую очередь, о чем важно помнить, всегда занимаясь трейдингом, инвестированием, это о рисках. И об этом я также спешу вам напомнить, то, что торговля на финансовых рынках, на валютном рынке, на фондовом рынке связана с рисками. И не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. Вся информация, которая дается в рамках этого вебинара или всех других вебинаров, которые мы проводим, она дается только в целях вашего обучения и ознакомления и не может восприниматься вами как прямая рекомендация к действию. Немножко слов о компании Admiral Markets. Я уже посмотрел в чате, есть довольно-таки большое количество уже наших постоянных слушателей, ну и также много новых имен, поэтому я бы хотел пару слов сказать о нашей компании. Admiral Markets – это брокерская компания, которая предоставляет услуги по торговле на различных рынках, точнее выход на эти рынки, как валютный рынок, так и рынок фондовый. Компания Admiral Markets работает уже порядка 18 лет. Мы обладаем различными лицензиями, как в Европе, так и в других странах, но основная наша деятельность, которая как раз находится именно в Европе, так и в Азии. Мы предоставляем нашим клиентам возможность торговать как CFD-контракты, так и стандартные акции, поэтому в данном случае мы расширили в прошлом году как раз список наших инструментов и на счете Admiral Invest предоставляем возможность покупать акции как американские, так и европейские, ну фактически всех маломальски значимых площадок, которые доступны для торговли. Но вот, к сожалению, пока российский фондовый рынок мы не добавили, но над этим работаем. Даже много вопросов мы уже получали, обязательно будем вас держать об этом в курсе. Также в ходе обучения для наших клиентов мы уделяем этому очень важное внимание, потому что считаем, что человек, который приходит на финансовые рынки, не всегда есть достаточное количество информации, поэтому мы как раз стараемся уделить этому внимание. И вот как раз серия вебинаров с Александром Элдером направлена на то, чтобы увеличить подкованность как раз в трейдинге, в такой нелегкой профессии как трейдинг и предоставить новую информацию. Поэтому мы всех вас ждем каждый месяц на наших вебинарах. Если вы уже зарегистрировались на этот, то вам ссылка придет автоматически, а для тех, кто нас смотрит в записи, то ссылка будет также в описании, поэтому регистрируйтесь и посещайте. Ну и обязательно обратите внимание на наш YouTube-канал. В том случае, если вы какую-то запись пропустили, то там она будет добавлена. На пост через несколько минут я добавлю также ссылку в чат, чтобы вы смогли ее сохранить и записать. Ну а мы можем переходить. Достаточно много информации. Достаточно много событий происходит сейчас на рынках. Очень интересно будет услышать мнение Александра, поэтому Александр, передаю слово вам. Буквально одно слово скажу. Всегда мне очень нравится передавать слово вам и представлять в самом начале, так как у меня каждый раз, когда я начинаю этот вебинар, сразу же всплывает в голове память той первой книги, которую я взял в руки по трейдингу, как раз ваша книга, которая была уже лет 11 назад. И вот с таким трепетом перед вами я передаю вам слово. И думаю, что также наши участники очень ждут этого вебинара, поэтому думаю, что можем начинать. Спасибо большое, Роман. Как было сказано в старом советском кинофильме, доброе слово и кошке приятно. Спасибо большое. Сегодня, конечно, колоссально интересный день, чтобы проводить этот вебинар. Никогда не знаешь наперед, каким будет день, но время очень правильное проводить вебинар, потому что вчера рынки по всему миру сильно обрушились. И теперь, конечно, главный вопрос – это конец бычьего рынка, это начало медведя, или это обычная такая поправка рынка, которая приведет к возможности покупать. Возможность покупать и просто, так сказать, остановка в пустыне, остановка на пути вверх. Поэтому у меня есть мнение по этому вопросу, которым я с удовольствием с вами поделюсь, но лучше, чем выдавать голословное какое-то мнение. Давайте посмотрим на графики и что нам скажут графики. Александр, вот тот скриншот, который вы мне прислали, его... Чуть-чуть позже, я упрошу чуть позже, да. Окей, спасибо. Если я поворачиваю голову сегодня, это потому что я заимел второй экран. И что-то на... А может быть, я все это делаю, переведу на один экран, чтобы действительно не мотать головой. Вот так вот. Так, наверное, будет лучше. Окей. Добро пожаловать в Вермонт. Север штатов. Горы. Здесь, кстати, в не очень давние времена жил Александр Исаевич Солженицын. Его сын до сих пор живет в этом доме, где-то час к северу от нас. Такие очень спокойные края. Очень хорошее место для трейдинга, потому что нет шума, ничто не отвлекает, и полная фокусировка на своей работе. Переходим к экрану. Как всегда, стратегическое решение на долгосрочных графиках, краткосрочное решение тактическое, где выйти, где выйти, на краткосрочных графиках. Слева вы видите график S&P, это главный биржевой индекс Соединенных Штатов. И вы видите, как этот индекс где-то в декабре к Рождеству, к западному Рождеству 2018 года, посередине экрана почти, выпал за границы конверта. Выпал за границы конверта, и это была глубочайшая паника на рынке. И от этой паники начался новый этап бычьего рынка. Рынок поднялся до верхнего конверта и упал чуть-чуть ниже зоны ценности. Передохнул, опять поднялся до верхнего конверта, упал чуть-чуть ниже зоны ценности. И буквально в этом месяце, в январе и в этом месяце, рынок взлетел ближе к правому краю графика, взлетел выше верхнего конверта. То есть у пациента, так сказать, произошло маниакальное состояние. И сейчас рынок находится в режиме коррекции. Цена упала в зону ценности у самого правого края, даже чуть-чуть ниже этой зоны ценности. Как вы видите, структура бычьего рынка не нарушена. Структура бычьего рынка – новые высоты, более высокие высоты и более высокие донышки. И эта структура не нарушена и до сих пор. Переходим к правому графику, к гневному графику. И мы видим, что то, что произошло вчера и продолжается сегодня, рынок упал ниже нижнего конверта. То есть состояние паники на рынке и такой глубокой довольно распродажи. Чем отличаются трейдеры от домохозяйки? Домохозяйка ходит в супермаркет, скажем, раз в неделю и закупает продукты на неделю. Допустим, она покупает там какие-то баночки консервов. Они стоят, там, баночка стоит доллар. И она их покупает 3-4 штуки каждую неделю. Приходит в супермаркет, и там вывеска. Сегодня распродажа 2 баночки консервов за доллар. Она ведь не купит теперь 3 или 4, она больше купит. Она воспользуется этой возможностью дешево отовариться. Трейдер ведет себя по-другому. Трейдер идет по улице и видит, проходит на шикарного обувного магазина, продаются туфли Балли и вывеска. Обычно 300 долларов, а только на этой неделе 150. Он забегает в магазин, снимает свои туфли и говорит, купите мои. То есть продает на понижение в то время, когда рынок обваливается. Так идут очень многие трейдеры. Я смотрю на то, что происходит сейчас, я вижу на рынке происходит распродажа. Структура бычьего рынка не нарушена. Паника очень острая. Ну, острая паника и острое выздоровление от паники. Роман, я вас попрошу показать график, который я вам прислал сегодня раньше. Это график индикатора, такого очень непубличного. Его изобрел один из моих учеников, поделился со мной. И вот уже года полтора он, я и еще наша коллега одна отслеживаем этот рынок ежедневно. Это дневной, то, на что вы смотрите сейчас, это дневной график S&P, Standard & Poor's 500, наверху. А внизу график новых высот, новых низов. То есть акции, которые достигают верхушки за самой высокой цены за последний месяц и которые достигают самой низкой цены за последний месяц. Это обычный индекс New High, New Low, новых высот, новых низов. Но здесь хитрость в чем? Что это не просто индекс количества вот этих высот и низов, а это количество высот, помноженные на капитализацию акций, которые достигают новых пиков. То есть, к примеру, если компания Apple или Amazon достигает нового пика за месяц, то это гораздо более значимо, чем какая-то мелкая компания, про которую вообще мало кто знает, тоже достигла месячного пика. Потому что капитализация этой компании, то есть стоимость, грубо говоря, этой компании гораздо ниже. То есть это новые высоты и новые низы, помноженные на капитализацию. И этот график составил сегодня. Он отслеживает все цены. Вот начало моего исследования, это был сентябрь 2018 года, до сегодняшнего дня. Вы видите, что периодически на рынках случается паника. Это когда вот эта красная линия выскакивает вверх, получается такой здоровенный пик. И когда этот пик достигает вот этого уровня, который я отметил красной горизонтальной полосой, то это, как правило, показывает, что вот произошла паника, и после этой паники будет взлет, будет ралли. Иногда это ралли все уже идет без остановки. Иногда это ралли временное. Ралли несколько дней, потом рынок, вот, например, у левого края, всплеск, маленькое ралли, еще ли верома, еще ли у самого левого края, вот резкий всплеск вот этой красной линии, ралли, которая длится несколько дней, потом рынок как бы проверяет, проверяет вот этот низ, и уже такая более серьезная, такое более серьезное ралли. Следующее, третье, это никакого испытания. Рынок ударил вниз, и отсюда же пошел вверх. В центре графика мая-июнь прошлого года, опять-таки, всплеск красной линии, кратковременное ралли, испытание, и оттуда начинается уже большой взлет. Следующий взлет без испытания, следующий взлет без испытания. То, что происходит сейчас на рынке, будет ли это дно, то есть я четко ожидаю краткосрочного взлета акций, краткосрочного взлета акций. Превратится ли он в долгосрочный или нет, или он завершится, и потом начнется испытание этого донышка, на основании этого графика я сказать не могу. Но нет, так сказать, волшебного подзорного стекла, чтобы смотреть в будущее. Просто глядя на то, что вот сейчас я вижу у правого края, совершенно четкий сигнал. Не паниковать, и уж точно не играть на понижение. Играть на понижение нужно, когда цены высоко стоят, а не когда они возле донышка. Предстоит ралли, предстоит взлет. Будет ли он краткосрочным или долгосрочным, этот график не отвечает на этот вопрос. Как с этим бороться, что с этим делать. Главный урок – не паниковать, не выбрасывать свои акции по бросовым ценам, ожидать взлета. И смотреть, как поведет этот взлет. Если этот взлет начнет задыхаться, что я имею в виду задыхаться, посмотрим, допустим, в центре графика. В самом центре графика в мае прошлого года. Первоначальная, первая этапа. Начинается взлет. Следующий график выше, высокая точка выше, следующий график, высокая точка выше, следующий, высокая точка выше. И вдруг начинаются несколько баров или несколько свечей, если хотите, которые не достигают новой высоты. Это показывает на то, что ралли задыхается. И на этом, скорее всего, ралли закончится. Стоит ожидать испытания предыдущего дна. Вот так вот я буду отвечать на этот вопрос для себя. Через несколько дней продолжится это ралли, которое должно начаться из такого глубокого дна, или нет, оценку поведения ежедневной свечи вот этого графика S&P. Вот так вот я буду отвечать для себя на этот вопрос. Вот, собственно, очень важно то, что я хотел вам сказать насчет того, что я вижу на рынке сегодня. Давайте вернемся, Роман, к вашему графику. И главное, конечно, тут не паниковать. Не паниковать. То, что делает, зачем многие люди. Роман, вы хотите посмотреть еще на какие-то графики? Или я посмотрю на список вопросов, которые вы мне прислали? Мы можем традиционно посмотреть основные рынки, как раз вот евро-доллар, золото, нефть, и также разбавить уже вопросами, и потом еще также попросить от наших слушателей, то есть те акции, которые интересно посмотреть, и их тоже обсудить. Окей. Евро-доллар. Опять-таки, слева недельный график, справа дневной. Старое биржевое правило. Покупая низко, продавая дорого. Но большинство трейдеров, не знаю, большинство ли, но очень многие трейдеры совершенно забывают это правило, когда цены идут вверх, они начинают покупать, а когда цены идут ниже, они начинают продавать. Я уже давно смотрю на евро, евро-доллар, в ожидании разворота. И похоже, что этот разворот происходит сейчас. Смотрим на недельный график. Где-то в осенью прошлого года евро достигло новых низов. Правее, правее, гораздо правее. Вот так вот. Евро достигло новых низов, смотрим вниз на глубину MACD и на глубину индекса силы. И мы видим, насколько силен был медведь тогда. Взлет до зоны ценности один и второй. И сейчас, вот уже в этом месяце, в феврале, евро проламывает предыдущая донышко. Прекрасное время паниковать и все продавать. Но смотрим на индикаторы. смотрим на глубину MACD, а главное, на глубину индекса силы в нижней части графика. Мы видим, что, хотя цены ниже, индекс силы гораздо более плоский. То есть, медведи, похоже, в евро выдохлись. И происходит замечательная бычья дивергенция. То есть, более низкая цена, в это же самое время более слабый медведь. И поэтому ориентация играть на повышение. Стратегическая ориентация играть на повышение. Переходим на правую сторону графика. И он, правая сторона графика говорит, может быть, не стоит торопиться, может быть, подождать. Потому что, глядя на MACD инстаграмму и глядя на индекс силы, мы видим, что на последнем спаде очень глубокие донышки у обоих. И обычно такие глубокие донышки цены любят протестировать еще раз. Поэтому последние 3-4 дня происходит взлет. Я бы ожидал этот взлет вернуться примерно на половину пути пройденного обратно. Мне не видны точно цифры на экране. Но вот от сегодняшней верхушки до низа предыдущей недели на дневном графике посчитать эту дистанцию и поделить ее пополам. И вот там я бы стал искать уже возможности купить евро, доллар. То есть не по верхам, а где-то на небольшом отступлении. Но похоже, что евро... На недельном графике евро показывает, что он очень хочет пойти повыше. Давайте мы уже глядим на золото. Золото очень сильно взлетело. Очень сильно взлетело вчера. То есть, когда происходит паника, золото поднимается. Золото поднимается. И что мы видим? Мы видим колоссальную медвежью дивергенцию в золоте. Правда, я эту дивергенцию уже предвкушал в прошлые месяцы, когда мы встречались здесь. Но золото оказалось посильнее и поднялось до новой высоты. Но опять-таки, мы видим очень сильную бычью дивергенцию MACD-гистограммы, MACD-линий и индекса силы. То есть, недельный график прямо кричит. Слишком высоко. Слишком высоко. Медвежья дивергенция. Продаем. Продаем. И играем на понижение. Это так, стратегическое решение. Еще, но не сегодня. Почему не сегодня? Потому что MACD-гистограмма продолжает подниматься. Она продолжает подниматься. Она должна тикнуть вниз, чтобы дать нам разрешение играть на понижение. Смотрим на дневной график справа. У этого пациента четко маниакальный психоз. Он выскочил выше верхней границы конверта. А верхняя граница конверта это выше верхней границы мания. Ниже нижней границы депрессия. То есть, четко на дневном графике золото в маниакальном состоянии. Что произошло вчера? Во время паники на рынке все бросились покупать золото. Смотрим на предпоследний штрих или последнюю свечу, если хотите. И мы видим, что золото открылось с небольшим повышением. Взлетело где-то на 40 с чем-то долларов. Достигло нового рекорда за много лет. И закрылось к вечеру очень близко к цене открытия. Сегодня рынок акций продолжает пытаться толкнуть еще немножко ниже. Паникеры продолжают продавать. В то же самое время золото стоит уже сегодня дешевле, чем оно стоило вчера. То есть, это показывает на то, что паника начинает угасать. Угасать. Опять-таки, продавать на понижение золота еще нельзя, но очень чешутся руки, потому что тройная дивергенция на недельном графике очень сильный сигнал. Но пока МСД-гистограмма не тикнет вниз, продавать нельзя. Так что некто приятель говорит, Алекс, приподними задницу со стула и подсунь левую руку. Теперь приподними ее опять и подсунь правую руку. Теперь сядь и хорошо сиди. То есть, сиди на руках, а не бей по клавиатуре. Вот это вот такая ситуация сейчас. Очень хочется ударить по клавиатуре, но еще чуть-чуть рано. Очень хороший совет для тех трейдеров, кому хочется войти в сделку. Да, да. Можем тогда также завершить, ну, это именно такой обзор по основным инструментам. Нефть VTI. Да. Ситуация с нефтью. То, что происходит сейчас с эпидемией этого коронавируса негативно сказывается на реальной экономике. К примеру, один из многих примеров. Примеров масса. Но, например, Apple Computer уже объявил, что их заработок в этом квартале понизится, потому что они не могут получить всех запчастей, которые им нужны из Китая. Это не единственная компания, просто, да, одна из самых больших. У жены моей был билет. Она в Токио должна была лететь. Она сдала этот билет. Я получил имейл от я получил имейл от одного из своих студентов. У нас будет собрание в Нью-Йорке. Он говорит, у меня билет в Корею как раз в день нашего собрания. Но, говорит, похоже, что мой полет будет отменен и я на собрание приду. То есть, каждый... То есть, понимаете, это единичные случаи вот так вот, просто среди своих людей. Но спрос на авиабилеты в мире понижается. Спрос на авиабилеты понижается, и поэтому авиалинии покупают меньше горючего. Это отражается в цене на нефть. И не только авиалинии, а замедляется экономика во многих, особенно, разбивающихся странах. В Китае данные по загрязнению... Китай, я там был неоднократно, Китай задыхается в собственный грязи, в собственных индустриальных отходах. Отравленные реки, отравленный воздух. Информация о степени загрязнения среды это гостайна. Такой совершенно советский к этому подход. Но есть спутники, и со спутников это все отслеживается. Так вот, последняя информация, что загрязнение среды в Китае упало на 25%. Что это значит? Значит, экономика замедляется. И все это отражается в конечном счете на нефти. Это спрос на нефть понижается, и поэтому нефть сейчас как бы скребет донышко. Глядя на нефть, хочется ее купить, покупаем старое правило, покупаем дешево, продаем дорого. дешево. Но пока ситуация с этой эпидемией очень сложная и нечеткая, никакой спешки покупать нефть нет. На что бы я смотрел в нефти? Недельный график скребется по донышку, но когда мы смотрим на дневной график, заметьте, где-то в конце января, в начале февраля нефть упала до новых низов, и посмотрите глубину МСД гистограммы, глубину МСД линии и глубину индекса силы. После этого нефть буквально на предыдущие две недели взлетела в зоне ценностей, немножко выше, и сейчас опускается опять. Я хочу увидеть, чтобы нефть опустилась ниже, чем она была в январе. А графики МСД и индекса силы вычертили бы более высокое дно. Вот это будет сигнал на покупку. Вот это будет сигнал на покупку. И не сегодня, не завтра, и даже не на этой неделе. Но вполне возможен очень мощный сигнал на покупку. Для меня это самый сильный любимый, не знаю самый ли сильный, но любимый сигнал в теханализе. Ложный пролом с дивергенцией. То есть я хочу видеть, чтобы январская цена была проломлена и в это же самое время дивергенция по индикаторам. И, кстати, вопрос, как я запомню эту замечательную мысль? Буду я об этом помнить сегодня, завтра, через неделю, через две недели? Шансы того, что я запомню это, я бы сказал, ноль. или, может быть, там какие-то доли процентов. Значит, нужен метод, как не забыть про такое дело? Я этому методу научился тысячу лет назад, очень давно, у очень давнишней бывшей подруги. Замечательной трейдерой была я совершенно. Она, когда видела вот такие вот фигуры, которые начинают создаваться, она распечатывала эти графики, и красным фломастером рисовала на них, чего она ожидает для того, чтобы приступить к действию. И вывешивала их на стену возле своего компьютера. То есть, ее торговые планы были у нее на стене каждый раз, когда она подходила к своему компьютеру. Я не навешиваю на стену, но вот вы видите, у меня за спиной зеленая такая доска, вот туда-то я вывешиваю такие распечатки. такой практический совет небольшой. Так что просуммировать. Нефть опускается, покупать нефть рано, потому что главные экономические факторы, которые давят нефть, не разрешены, но есть возможность прекрасной дивергенции где-то в марте может произойти, и рекомендация распечатать этот график, нарисовать красным карандашом, чего вы ожидаете от нефти и посматривать на него. Окей, Роман? Можем посмотреть, ну собственно посмотреть еще одну акцию, наверное, которая была на слуху последние несколько недель назад, компания Tesla. Просто интересно услышать ваше мнение по этому поводу, потому что она видно, что очень сильно переоценена, то есть уже достаточно большое количество и аналогов электрокаров, и фактически Tesla уже не остается не единственным производителем, но вот эта эйфория, которая как раз идет на DT-акс, она очень интересна. Знаете, насчет Tesla, кстати, вопросы от наших участников, которые вы мне прислали, один из них спрашивает, пояснить и показать, что он имеет в виду в данном ролике. Я записал небольшое видео про Tesla где-то дней 10 тому назад, и, кстати, любой может его найти, если вы выйдете на YouTube и наберете Spike Trade, Spike Trade. Правда, видео по-английски, но, по-моему, YouTube предлагает переводы. Не знаю. Ситуация с Tesla. Я очень мало участвовал в этом взлете, я с него снял очень мало денег, потому что все это казалось абсолютным сумасшествием. Ролик был записан о том, я был в Таллине в прошлом году, в сентябре, и некоторые люди во время класса, которые в этом проводили, хотели Tesla продать на повышение, потому что была очень дорогая, около 300 долларов стоила, поправее, поправее будет, я думаю, поправее, вот, даже еще немножко выше, где-то здесь. Собирались продавать Tesla, она была выше конверта, продавать ее на повышение, я посмотрел на Tesla и сказал, ни в коем случае продавать на понижение ее нельзя, по той причине, что у нее очень высокий короткий интерес. Это показатель, который есть для всех акций, по крайней мере, для всех акций в Америке. И очень важный показатель, короткий интерес, это процент от общего числа этой акции, которые проданы на понижение. Процент акций, вот, вот, спасибо, прекрасно, Finviz называется веб-сайт, мы смотрим на Tesla и вот здесь написано short float 17%, 17%, 17% это такая довольно сумасшедшая цифра, потому что это значит нормальная цифра, вот возьмите, к примеру, вытащите, я не знаю, General Motors, GM, так, на скидку просто, смотрим, short float 1,6%, вот это норма, это, 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 вы знаете, даже у людей, которые алкоголя не пьют, у них немножко есть алкоголя в крови, просто от обмена веществ, вот так же здесь, очень мало акций проданы на понижение, то есть, значит, допустим, General Motors выпустила 100 миллионов акций, то миллион 6, миллион 600 проданы на понижение, а когда у Tesla этот процент 17%, это значит на каждые 100 миллионов акций, еще 17 миллионов проданы на понижение, когда короткий интерес выше 10%, то это покупать на понижение, продавать на понижение очень опасно, потому что если начнется, если акция начнет взлетать, все эти продавцы начнут покупать эти акции обратно, подкидывая горючего в огонь. Во время этого класса в Эстонии процент короткого интереса по Tesla был выше 30%. Tesla взлетела и сейчас немножко отдыхает. я не участвую в этом рынке и как-то и не жалею об этом. Рынок очень Tesla это мания, это маниакальная такая акция и чтобы ей торговать нужны совершенно блестящие рефлексы и полное отсутствие знаний, потому что знающий человек смотрит на теслу и боится, а человек, который такой новичок, ничего не знает, он ее может смело купить. Я это почему говорю, у меня есть очень хороший друг, очень близкий друг, который никогда в жизни не торговал акциями, никогда. И он за последний месяц где-то сделал четверть миллиона долларов на Tesla, у него на счету где-то 2 миллиона долларов, то есть он сделал еще 250 тысяч, он ее покупает, продает, я только я пытался ему давать советы, но мои советы оказались неполезными для него, потому что он ее не купил так рано, как хотел, купил немножко позже, я ему перестал давать советы, значит, он сейчас снял эти миллионы долларов, но он такой очень мужик-боксер, у него рефлексы совершенно невероятные. Я как профессиональный игрок на рынке, я смотрю на эту Tesla и говорю, нет, это не по мне, слишком рисково, слишком много риска. Я занимаюсь трейдингом уже не первое десятилетие, я собираюсь заниматься, продолжать заниматься им еще много-много лет, поэтому торговать такой акцией слишком много риска для долгосрочного выживания на рынке, поэтому я ее пропускаю. спасибо большое Александр. Ну еще многие говорят о том, что Tesla это именно покупать мечту, то есть верят в новую технологию, верят в новую идею, многое, конечно, завязано на личности маска, и то, что здесь больше именно как раз тех людей, кто, ну, так скажем, не профессионалов трейдинга, кто пытается туда войти, собственно, входит и двигает эту акцию вверх. Это мой приятель, боксер, человек сделал четверть миллиона долларов за последний месяц. Я не сделал четверть миллиона долларов, даже близко. Ну, вот новичок вошел, увидел, победил. Дай бог, что у него аппетит пропадется, и он просто вернется обычно к своей обычной работе. У этого новичка есть сын, взрослый сын, который в свое время сделал деньги, сделал деньги на бирже, и все, это было один раз, это подорвало ему карьеру, он ушел с работы, и сейчас живет на подачке отца. Не может сделать не доллара, но вот такая невероятная удача подорвала ему, сказать, остаток его жизни. Бывает. глубокая психология на мелких местах. Давайте перейдем лучше к анализу рынков. Можем тогда сейчас посмотреть, как раз участники пишут те акции, которые хотелось бы посмотреть, можем это сделать как раз 10 минут, потом ответить на вопросы, но еще мы хотели посмотреть Boeing, да, давайте Boeing посмотрим, да. у меня есть позиция в Boeing, поэтому конечно я очень внимательно за ним слежу. Да, сейчас открываю Boeing, а всех тогда остальных участников попрошу написать, что хотелось бы посмотреть именно с точки зрения акций, и если будет несколько совпадений, посмотрим, что будет вызывать больше интереса. Вот сейчас открыл Boeing. Мы говорили о Boeing раньше. Самый большой экспортер в Америке, самая большая экспортная компания, которая оказалась в трудностях из-за того, что произошло, произошли две авиакатастрофы. Обе катастрофы произошли, грубо говоря, неграмотными пилотами, плохо обученными пилотами. Но тем не менее, есть замечательное американское выражение «фулл пруф», защищенное от дурака. А у них это очевидно, этот фулл пруф было сделано не так хорошо. Сейчас компания разрабатывает все эти абсолютно уже защищенные от дурака, от идиота системы. Но пока все это происходит, замедлились их из продажи и компания страдает финансово. Я считаю, что долгосрочно эта компания покупаемая, должна быть куплена, по крайней мере, я ее покупаю, потому что Boeing никуда не уйдет, все плохие новости уже вышли, никаких, сказать, новых плохих новостей не будет, и я стал строить позицию по Boeing. К сожалению, вчера Крявис ренок упал, он потащил Boeing за собой вниз, сегодня, сказать, это падение продолжается, я хотел добавить к своей позиции, но не добавляю, пока я жду, чтобы это сформировалось донышко, вот тогда-то я начну добавлять к своей позиции, еще не готово. То есть мой долговременный взгляд на Boeing не изменился, крупнейший экспортер в Америке, очень надежная, проверенная, испытанная компания, испытывающая временные трудности, отчасти технического, отчасти политического характера, но она выйдет из этих трудностей не сегодня, не в этом месяце. Окей. То есть это в том числе больше такая идея долгосрочная и с точки зрения также основной больше в том числе не на техническом анализе, то есть на техническом анализе может основываться как добавление, например, к позиции, а такая долгосрочная идея. Вот наш постоянный слушатель Филипп, от которого мы тоже очень много вопросов получаем, как раз попросил посмотреть акцию RRC. И сейчас вот ее добавлю. Это M Range Resources Corporation. Ну это если не ошибаюсь, если память не изменяет, это еще одна нефтяная компания. Я бы вышел на Finviz просто проверить право или нет. Один момент. Как раз покажем. для разработку каждой идеи начинаю с Finviz выхожу сюда, впечатываю номер. Да, Oil and Gas. То есть значит затем я смотрю Earnings, они будут выдавать доклад о доходах 27 февраля по AMC это Aftermarket Close после закрытия рынка. То есть для меня покупка сейчас даже не глядя на рынок исключена, потому что где-то за неделю до выпуска данных о их доходах я перестаю действовать по этой акции, потому что могут быть новости плохие или хорошие и если компания честная, то эти новости будут сюрпризом и акция может рвануть очень сильно. Смотрим на уровень короткого интереса в следующем столбике 37% это ненормальный короткий интерес, это ненормальный. Это я смотрю на эту цифру и это как кто-то в гараже держит несколько канистр с бензином. Может ничего не случится, но если будет хоть малейшая искра то этот гараж заполыхает. То есть акция выглядит привлекательно. Она как бы царапается по дну, невероятно высокий короткий интерес, до 28 числа ничего делать с ней нельзя, потому что в четверг после закрытия она выпустит сообщение о своих доходах. После этого можно на нее смотреть будет, но это явно, что это компания, которая скребется по донышку, дешевая компания, она продавалась где-то меньше года тому назад, акция стоила 10 долларов, сейчас она стоит меньше трешки. Колоссальный короткий интерес, выглядит очень интересно, выглядит очень интересно. И опять-таки, 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 смотрим на дневной график справа, да, в январе, когда акция упала ниже трех долларов, смотрим на глубину MACD, гистограммы и на глубину индекса силы, потом взлет в зону ценности, и сейчас рынок еще немножко выше, и сейчас рынок, эта акция упала ниже январского донышка. MACD гистограмма все еще красная, падение продолжается, и даже если бы не была красной, до 28 числа ничего делать нельзя, но это это рынок, который входит в зону, входит в зону, где бычья дивергенция сложным прорывом, очень высоко вероятный фактор. То же самое, распечатать картинку на стенку и быть на готове, очень интересная акция. Записываю для себя, кстати, потому что когда после того, как закончится этот вебинар, я еще раз внимательно ее рассмотрю и потом распечатаю и на свою зеленую доску. И вот, наверное, еще одна акция, которую тоже мы смотрели на предыдущих вебинарах, это KSS Coho Corporation. Сейчас как раз новые минимумы, поэтому тоже интересно услышать в вашем деле. То есть другая песня, но тот же сценарий. и на недельном. А, смотрим опять сюда. Отличный роман. Опять-таки, ничего сейчас не делаем по той простой причине, что в March 3 BMO, 3 марта это будет, по-моему, вторник. И BMO это Before Market Opening. Значит, во вторник до открытия рынка они выдают сообщение о своих доходах за квартал. Короткий интерес 12%, явно повышенный. Посмотрим? Посмотрим. Посмотрим. Не привлекает такого интереса у меня, как предыдущая акция, потому что, во-первых, два раза были гэпы. Вы видите их на дневном графике. Мощные гэпы были. То есть, компания явно находится в не очень хорошем состоянии. Один гэп за другим. Вот один был где-то в ноябре прошлого года, еще один был в декабре, в январе. Что-то там сильно не в порядке. И опять, то, что вчера был гэп, это у всех были гэпы. Это, так сказать, ничего необычного. Но на недельном графике то же самое. На недельном графике, кстати, очень красиво вырисовывается бычья дивергенция с ложным проломом. Очень может быть. Очень может быть. Четко имеет смысл повесить ее на стенку для возможных действий после уже начинается вторника в следующей неделе. Но не раньше, потому что приближается. Компании выдают информацию на публике о своих доходах, расходах, прогнозах и т.д. и т.п. Раз в квартал. И вот эта информация очень часто двигает рынки. Как сказал, особенно если компания честная и выдает эту информацию сразу всем, а так не по кусочкам и своим, что, кстати, является преступлением. Поэтому я всегда опасаюсь какого-то... Она может упасть на 10% или взлететь на 10% после того, как выйдут эти цифры. Взлететь на 10% было бы хорошо, но я ни в коем случае не хочу рисковать падением на 10%. Поэтому я бы постоял в сторонке, пока 3 марта не выйдет эта информация. После этого переходим к техническому анализу. А технический анализ в данном случае очень привлекательный выглядит в недельной графике. Более привлекательный, чем в дневной. Отлично. Спасибо, Александр. Я думаю, что можем сейчас перейти как раз к тем вопросам, которые мы получили от наших участников до вебинара. Для тех, кто нас будет смотреть в записи, я напомню, что вопросы необходимо оставлять под записью вебинара на нашем YouTube-канале. И я предварительно буду передавать также Александру, чтобы Александр смог ознакомиться и на них ответить. И тогда, пока вы озвучиваете вопросы, которые у вас сейчас есть, я пробегусь по чату, посмотрю, какие вопросы еще были. Я смотрю, что несколько вопросов по ATR, Average True Range. Я считаю, что это лучший индикатор волатильности рынка. Average True Range это то, что рынок, это дистанция, которую рынок может пройти за день, не изменив своего тренда на основании поведения этого рынка или этого тикера за последний где-то месяц. Поэтому, когда я ставлю стоп, он всегда должен быть более чем один ATR, более чем один Average True Range, потому что поставить стоп в диапазоне одного этого ATR, это поставить свой приказ в зоне шума, куда рынок может ударить просто из-за общей разболтанности, а не потому, что он изменил тренд. Кроме того, поскольку ATR это измерение волатильности, я сейчас измеряю качество своих сделок тем, сколько ATR мне удалось отхватить. Если я снимаю более чем два ATR прибыли, то есть, допустим, Average True Range 50 центов, я заработал доллар на этой акции, на каждой акции, то это два ATR, это высокая оценка. Все, что выше двух ATR, это очень хорошая оценка. Конечно, для долгосрочных сделок эта оценка может быть двузначной цифрой, но для краткосрочной игры 2 ATR очень нормальная оценка. Спрашивает еще один вопрос, использует ли Александр Элдер фигуры технического анализа, в импел, треугольник, нет. Я считаю, что эти фигуры, чем дольше щуришься на график, тем больше видишь этих фигур. Они слишком субъективные. Поэтому я предпочитаю компьютеризованный анализ и дивергенции. Вот, собственно, и все. Кроме того, я считаю, что рынок не знает диагонали. Рынок на рынке только горизонтальные линии имеют смысл. Почему? Потому что горизонтальные линии приведены на основании предыдущих высот и низов. Люди помнят эти цифры и они действуют на основе этой памяти. И это создает участки зоны сопротивления и зоны поддержки. А диагональные линии это абсолютно субъективная штука. Поэтому эти вымпелы, треугольники это... Я иногда шучу, говорю, у меня дрожь в руках. Когда я играю на повышение, когда я начинаю эти линии чертить, то у меня руки дрожат вверх, а когда я играю на понижение, они дрожат вниз. Поэтому я ничего не рисую на графиках, только ставлю скользящие средние. Мы смотрим сейчас на этот рынок, KSS, calls. Обе скользящие средние идут вниз. Вот и все. Какая покупка? Никакой. Они должны выровняться, прежде чем мы будем покупать эту штуку. Вот это объективно. А какие-то линии чертить это опасное дело. Вот еще хороший вопрос, кстати, от Филиппа. Как оцениваете то, что Балтийский сухой индекс упал с 2500 до 500? Роман, может быть, я отвечу на вопрос с удовольствием. Я не знаю, сможете ли если вы пойдете в Bloomberg.com или даже без ходьбы в Bloomberg, просто напечатайте BDI индекс, BDI, Baltic Dry индекс, BDI, BDI. Вот BDI индекс, chart, прекрасно. Вот отличие. второй график как раз. Вот так вот. Теперь кликните пять лет, кликните выше, 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 с правой стороны пять лет и кликните view full chart. Посмотрите полный график. я смотрю с интересом и с тревогой. Это BDI, Brooklyn, Baltic Dry Index. Это индекс, не имеет ничего общего с Балтийским морем, просто биржа расположена на улице Балтийской в Лондоне. это индекс цены перевозки грузов кораблем, исключая нефть, то есть сухие грузы только. И это очень чувствительный индикатор всемирной экономики. И, например, в 2007 году, когда был предыдущий большой пик на рынке, BDI и поднялся до 10 тысяч, а потом за несколько месяцев буквально упал с 10 тысяч до 1. На этом графике этого нет, этот график только на 5 лет назад идет. Этот график в середине прошлого года поднялся до 2,5 тысяч, сейчас он 500, был ниже, было еще несколько дней тому назад было 400. Я опасаюсь, что это одно из двух, или он если это техническая коррекция, он должен очень быстро подниматься. Если он не будет подниматься, а застрянет, где он находится сейчас, то это очень негативный сигнал о предстоящем положении всемирной экономики. То есть, если это индекс, это ведущий индекс мировой экономики, потому что все, что куплено и продается, двигается в первую очередь по воде. Это самый дешевый способ доставки. Если вы отправляете товар, допустим, из Лондона в Нью-Йорк, то перебросить этот контейнер из Лондона в Нью-Йорк стоит дешевле, чем отвезти его от Нью-Йорка на 50 миль в сторону уже по земле куда-то. То есть мировая экономика движется по воде. И это падение настораживает меня, что вполне возможно мы смотрим сейчас на предстоящий глобальный спад в экономике. Будем очень осторожны. Спасибо за ответ. Роман, у вас набрались какие-то вопросы по акциям? Ну вот я смотрю, что у нас сейчас остается еще несколько минут, и я пролистываю вопросы, которые есть. на некоторые вы уже ответили. Я вижу из пришедших вопросов, кстати, два человека задают тот же самый вопрос. Подтягиваете ли вы стоп, какие правила? Если цена движется в сторону сделки, пересматриваете ли вы каждый день и передвигаете стоп-рикар в сторону сделки? Во-первых, человек, который задал этот вопрос, абсолютно прав, когда говорит, передвигать стоп можно только в направлении сделки. Если сделка плохо себя ведет, только новичок или мазохист отодвигает свой стоп, чтобы дать больше места проигрышной сделке. Это абсолютно никуда не идущее поведение. Что касается двигать стоп в сторону сделки, я это не делаю каждый день. Я начинаю с того, что у меня есть стоп, построенный на ATA для сделки, и на рынках очень много шума, такие мелкие, сегодня чуть-чуть вверх, завтра чуть-чуть вниз. Я поэтому не двигаю свои приказы каждый день. Я их пересматриваю минимум как раз в неделю, иногда немножко чаще. Но опять-таки двигать только в одном направлении, в направлении сделки. То есть, если вы что-то купили, стоп-приказ можно повышать, но ни в коем случае не понижать. Я вот вижу, был вопрос о том, что вы посоветуете купить в ближайшее время, но я так понимаю, что вопрос был задан полчаса назад, мы как раз после этого разбирали Boeing, и то, к чему стоит присмотреться тоже. То есть, такая хорошая возможность получить от участников, что они нашли, да, и услышать тоже ваше мнение, по крайней мере, по тем акциям, которые мы недавно смотрели. Ну, а всех остальных... Я скажу, что на эту тему, как я сказал раньше, покупаем дешево, продаем дорого, по крайней мере, такова идея. Поэтому я всегда стараюсь купить то, что недооценено, как вот, например, я сейчас, я как-то, месяца два тому назад начал постепенно шажками строить позицию в Boeing. Два рынка, за которыми я очень внимательно смотрю, это, во-первых, это Вьетнам. Я там был в январе, и ощущение, что, ощущение, что это будет следующая быстро развивающаяся азиатская страна. То есть, причем, они выучили уроки Китая, и поэтому, по имени того, Китай становится более дорогим, еще при этом попадает под санкции. Вьетнаму предстоит очень сильное будущее. Я был поражен, там не было несколько лет, раньше все ездили на дешевых мотоциклах или мотороллерах, а сейчас мотоциклов стало меньше, и вместо этого видишь много дорогих машин, на которых ездят люди. трафик жуткий совершенно, но это другая песня. Я побоялся бы покупать вьетнамскую акцию не одну, потому что очень нечестная система, и очень много жульничества. Но есть фонды, которые, вокруг чего я сейчас хожу, таким очень тесными кругами. Есть такой фонд, называется VNM. V как Виктор, N как Нанси, M как Мери. VNM. Это вьетнамский фонд. Вот он, к сожалению, такого не торгуется. Да. Окей. Ну, наверняка какие-то другие есть. Короче говоря, покупать не отдельную акцию, а покупать фонд, фонд страны. Хорошо. Спасибо большое, Александр, за ваши ответы. А всех слушателей, кто сейчас находится онлайн, рекомендую, как наши постоянные слушатели предварительно позаботиться о ваших вопросах и написать их к этому видео, которое будет добавлено завтра в записи на нашем YouTube-канале. Сейчас я также ссылку на канал приложу, чтобы вы смогли подписаться и как раз не пропустить ту возможность, когда можно будет этот вопрос написать. И в этом случае вероятность ответа на ваш вопрос будет выше. Александр, спасибо большое вам, как всегда, за интересный вебинар, за интересные идеи, за то, что есть над чем подумать и взять себе на вооружение. И тогда увидимся уже в марте. Для тех, кто уже зарегистрировался на вебинар, вам повторно делать регистрацию не требуется. Ссылка с напоминанием вам придет за неделю, за день и за час. А для тех, кто смотрит на записи. Переходите по ссылке в описании к этому видео и регистрируйтесь уже на следующую серию вебинаров вместе с Александром Элдером трейдингу правого края экрана. Спасибо большое, Роман. Спасибо большое, Александр. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова